Всем привет! Меня зовут Иван. Это, в общем-то, первое видео из серии установки операционных систем Windows по сети. Да и вообще, наверное, установки операционных систем по сети. Сегодня мы, в общем-то, рассмотрим нужный софт, подготовим наш компьютер к тому, чтобы превратить его в полноценный сервак для установки операционных по сети. Для этого всего нам понадобится архив, который вы можете скачать по ссылке в описании. И, ни много ни мало, в общем-то, мы будем делать сразу две операционки. Это семерку, x86 и x64, то есть двухразрядную и 64-разрядную системы. В принципе, разницы никакой вообще особой нету между тем, скольки разрядные операционки делают. Вот, это делается абсолютно одинаково, как и для 32-битной, так и для 64-битной процесс абсолютно одинаковый. Еще нам понадобится пакет, который называется AIC. Это пакет программ для автоматизированной установки операционных систем. Его вы можете скачать с официального сайта Microsoft, в принципе, ссылочку на него я тоже могу дать в описании. А образы операционных систем, ну, полазите в интернете, пошукайте, они, в принципе, есть на торрентах, можете найти ссылки, к сожалению, я вам дать не могу. Но поиск того, где скачать, в принципе, не должен быть таким затруднительным. Единственное, что хочется отметить для создания сервака, берите, пожалуйста, образы чистых операционных систем. То есть, не какие-нибудь сборки самопальные, которые там модифицированы, или уже со встроенными обновлениями, или с чем-то таким, со встроенными наборами тем, со встроенным софтом. То есть, не берите их, берите именно оригинальные образы. Оригинальные образы в интернете есть, их найти очень просто. Вот. Скачивать архив, распаковывайте его. Тут есть папочка софт. С этой папочки вам нужно поставить некоторые программы. То есть, тот notepad++, во-первых, обязательно очень нужная вещь. Daemon Tolls, архиваторы под вашу систему, или 32-битные, или 34-битные. 7-zip обязательно вам нужен. Потом здесь есть такая папочка с Linux, которую уже я сделал именно для вас, чтобы вам не мучиться. Его мы, в общем-то, это вот загрузчик будущий. Ну, его мы подоткнем в процессе создания сервера. Вот. Папочка tftpd. Куда-нибудь распаковываем ее на рабочий стол. Это tftpd-server. Вот. Потом есть еще, здесь есть еще пакет программ, которые мы будем делать за грузчик. Распакуем их в папку soft. на жестком диске, на диске c. Вот. Edit bin. Сюда распакуем. И вот это вот, rep. Эти две программы понадобятся нам для создания загрузчика. Вот. Если у вас не стоит Net Framework, поставьте его. Еще нужен обязательно Net Framework 4,5. И под вашу систему поставьте один из этих установщиков. Это C++ Registrable. Что-то мне какой. 2010-й. То есть, он нужен будет для запуска вот этой программы Edit Bin. То есть, если у вас не запустилось Edit Bin в процессе создания сервера, что-то с ним пошло не так, устанавливайте эти вот программы или Net Framework. Одного из чего-то у вас, значит, нет. Так, в принципе, софтом почти что все. Осталось только поставить вот эту вот штуку. AIC. Монтируем образ через Demon Toes. И устанавливаем. Ставится все очень просто. Вот установка AIC. Далее. Далее, далее, далее. Все, установилось. Больше нам этот диск, этот образ не нужен. Можно его счастливо отмонтировать. Все. Так. Ну и, в принципе, все. С подготовительной частью закончили. Единственное, что еще можно сделать, это вынести сюда ярлычок. Он нам очень много раз будет нужен, чтобы лишний раз не лазить в пуск, не доставать его, вытащим его на робочий стол. И вытащить на робочий стол командную строку простую. Она нам тоже очень много раз понадобится, чтобы лишний раз не лазить туда. Это будет гораздо быстрее доставать командную строку отсюда. На этом с подготовлением все. Это все, что нам, в принципе, нужно. Теперь перейдем непосредственно к первой части создания сервака. Это создание каталогов. Увидимся в следующем видео. Всем пока.